Всем привет! Меня зовут Торник и Квит Татьяне. Мне 24 года. Я мастер спорта по вольной борьбе. Был призером первенства России. На международных турнирах я представляю сборную России. Заветная мечта попасть в Олимпийскую сборную в Токио в 2020 году. Спорт – это моя жизнь, а музыка – это как бы мое хобби. Его любят все, не только тренера. Может быть, потому что он скромный, потому что он поет. Вот. Вокалом никогда не занимался. Только после кастинга, как сказали, что я прошел. Думаю, елки-палки, надо готовиться. Я, честно говоря, думал раньше, что он поет, поет так для себя. Все грузины поют. Но то, что он так серьезно возьмется. Что ждет наставников, если они ко мне не повернутся? А вот что. Следующий дуэт – вторники Квит Татьяне и Влади Блайберг. Да, 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 да. Это было неожиданно. Я уже в своей голове прокрутил. Эх, что ты тут делаешь? Иди, Борис. Ну, вроде, оп, и повезло. Вы итальянец? Квит Татьяне. Почти. В Грузии. В Грузии. Да. Он очень вокален. То, что он может быть не очень профессионален, это только, наверное, потому, что он не занимался пением. На самой сцене я ничего не помню. Я помню, что только Дима повернулся в один прекрасный момент. Это было потрясающе. Телегранно. Это было блестящее выступление. Он обладает космическим диапазоном. Как не показать все эти национальные красоты, которые представляют и Влади, и Торники? Этап называется «Поединки». Я Владе предложил. В первом туре мы пели. Давай сейчас бороться будем. И он посмеялся. Ты что, посмотри на меня? Нет, лучше попоем. Главное, чтобы он меня не наукаутировал физически. Но хотел бы, конечно, верить, что все-таки я смогу побороть его в вокальном поединке. Простите мне, разлуки, грешность. Время закрутило, занесло. Ребята, у вас все нормально там, на сцене? У меня, да. Спасибо. Да. Было классно. Эта песня нам подходит. У нас под эту песню прям общий знаменатель. У нас оказалось очень много общего, так как он рос без отца, я рос без отца. И вот на этой почве как-то мы сошлись. Здесь вообще самая главная задача – это просто бороться в правде. Кто правдивее окажется из вас. И будет на коне успеха нам всем. Спасибо. Когда я только пришел на проект, я про себя думал. Два этапа, вот так. Но сейчас я уже хочу и в четвертый тур, естественно, попасть. Боремся за родителей, за всех живых и небожителей. Я ушел в текст, забыл, что нужно петь. Я просто хотел уже со сцены убежать. Предлагаю пройти дальше в турнике. В турнике появится еще одна возможность для того, чтобы постучаться в души каждому зрителю, который будет смотреть его исполнение. Какой же все-таки у тебя прекрасный тембр. Наградила же тебя природа. За последнюю неделю я отборолся на двух соревнованиях. К сожалению, я получил опять вывих плеча. Первая мысль после травмы была «Все точно бросаю в порт, но эмоционально мне не хочется уходить». Не бойся петь громко. Мы уже хотим это услышать от тебя, и у тебя есть это. К счастью, в этом проекте не только голос ценится, а и нутро. Пока на этом я держусь. Менять в себе я ничего не собираюсь, потому что я как себя показал, таким же и останусь. Но так-то я не дурак, я все понимаю, что я пою намного хуже, чем остальные. Мне не хватает мощи голоса, мне не хватает техники. Но без нотки души в проекте было бы не так интересно. Спортивному человеку необходимо чувствовать сопротивление. Если нет сопротивления, нет жизни. Поэтому желаемого сопротивления. Все у тебя есть. Но вот единственное, чего хотелось, просто пиздец и побороть. Твое какое-то предвзятое отношение к себе. Увереннее. Абсолютно точно. Да. Спасибо. Спасибо.